Боча наконец-то ответила, что можно купить у них потерянную посылку, да еще и на 10 килограмм! Мы с Юлей отправляемся за посылкой! Юля, как дела? Реально, очень тяжелая посылка. Долго носишься с ней? 10 килограмм, представляете, это капец какой-то! Всем приветик! Сегодня будет очень важный день для меня, потому что спустя год нам удалось купить потерянную посылку на почте. Я знаю, что она будет тяжелая, и поэтому, пока мой парень спит, хорошенько буду разминать свои косточки перед походом на почту. Ну что, раз, два, три, поехали! Для меня очень важно тщательно размять каждую часть тела, потом самочувствие отличное весь день и настроение хорошее. Кстати, буду рада, если вы поставите свой жирный, огромный лайк! Такой же жирный, как я! Шучу! А может быть, не шучу! Кстати, рядышком спит мой парень. Он обычно просыпается позже меня, и мне бы хотелось приучить его к зарядке, чтобы мы вместе вот так вот разминали свои ножки, свои коленки. Не знаю, получится у меня это или нет, но я бы хотела. Далее остановимся на четвереньке и делаем кошечку! Мяу! Это очень крутое упражнение для спины. Оно улучшает гибкость и подвижность суставов. Ну и, конечно же, хорошенечко тянемся, тянемся, боже, обожаю эти мгновения. И катаемся на коврике, это очень классный само-самомассаж. Теперь пьем стакан воды, в моем случае чашку. Берем очень классный скраб, любой, который у вас есть, масло для тела, и отправляемся в ванную. Я намазалась скрабом для тела на 15 минут, обмоталась пищевой пленкой. Вот, пожалуйста, пищевая пленочка, скрабики. И жду, пока это все подействует, потому что там в составе очень хорошие масла, которые должны подействовать благоприятным образом на мою кожу. Ну что, позавтракала, пришло время выпить витамин D. Мне их выписал врач-эндокринолог. Показывать название таблеток я вам не буду, потому что, чтобы вы не занимались самолечением. Если вас что-то беспокоит, то лучше сходить к эндокринологу. У меня выяснилось, что не хватает витамина D. А Влад заказал себе вкуснейшие роллы, обедает. А вот, кстати, мой соус... Нет, вот мой соус. Влад подумал, что это соевый соус, хотел его использовать себе для роллов. А еще мы сегодня попробовали десерт моти. Впервые в жизни он был очень вкусный. Я даже не показала вам, как он выглядит. Но если вам интересно, просто загуглите десерт моти, и вы увидите, он так вот выглядит. Такая штучка. Ну, короче, очень вкусненькая. Границы закрыты! Сегодня мы наконец... А может, свет включишь на мой? Давай, неси. Ну, я же съем. Ладно, в принципе, и так сойдет, правильно? Мы... Границы закрыты. Получать чемоданы не получаются они. И вот нам почта наконец-то ответила, что можно купить у них потерянную посылку, да еще и на 10 килограмм! Мы сейчас быстро выходим и начинаем идти на почту ее забирать, покупать. Вот. А Юльчик мой говорит, не-не-не-не, подожди, мне надо голову послушать. Я как рванул за феном, говорю, нет. Я думал об этой посылке, знаете сколько? Мне так уж соскучился по этим эмоциям, когда ты открываешь посылку и не знаешь что там. Поэтому нет времени ждать! Мы с Юлей отправляемся за посылкой. Класс! Идем на почту. Правда, почта от нас совсем не близко. Приходится за ней. Вот дойдет херячить по дворам, панельных домов. Очень красивая обстановка. Напоминает детство. Ой! Аккуратно, не падай. А тут правда скользко. Лада, что ты ожидаешь от потерянной посылки, есть в Великобритании. Ой, тыксик не упала. Кстати, а ты знаешь, что прошлая наша посылка в Великобритании набрала почти 700 тысяч просмотров. Ну так, я надеюсь, что это тоже наберет нормально. Поэтому смотрите видео с распаковкой. Ссылочка будет в описании. Потому что это реально годный контент и будет очень интересно. Представьте, 10 килограмм чего-то с Великобританией. Непонятно чего, да. Офигеть. В прошлый раз, кстати, много ништяков попалось. Там и кроссовки были, Adidas оригинал. И футболка. И сумка Adidas. Короче, круто. Была куча сладостей разных. Я до сих пор помню этот горячий шоколад с Великобритании. Это так было вкусно. А чай какой вкусный был, с разными вкусами там. Причем потерянные посылки, они, ну, лежат на почте там, ну, максимум... Полгода. Ну, максимум полгода, да. Они не теряют еще... Как это? Срок службы. Срок годности. Срок годности, да. Не теряют то, что внутри. Потому что в основном все продукции, это у меня пару лет срок годности. И как раз все нам попадается в основном то, что можно еще пробовать и дегустировать и применять в быту. Вот. Поэтому мы и любим такие посылки брать. Потому что у них много ништяков, которых можно реально... Которые можно использовать. Тут реально, блин, да? Да. Крутых. Я столько всего сказала. Зай, ты не в HDR снимаешь? Нет, не в HDR. Ой, я в одном. Ребят, знаете, прикол с 12-м айфоном Pro Max. Короче, если вы снимаете в HDR и закидываете в программу для монтажа, то получается жесткий пересвет. Да, если вы монтируете не на телефоне, а на Final Cut, да, на Mac или где-нибудь вообще. На Windows вообще, если вы скинете, то у вас ничего не получится. Ну, надо будет только цветокоррекцию заново настраивать. Подожди. Ну, вот видео, которое про фонтан желаний, которое я сделала, про карту желаний. Я чуть не расплакалась, когда Влад скинул, и мы поняли, что там пересвет, а Влад его очень жестко спас. И там даже качество неплохое получилось, кстати. Не в АТБ. Ой, а мы за посылкой. Мы вообще за посылкой идем, но... На АТБ? Нет, но сначала мы идем в супермаркет, нам нам нужно по рекламке заскочить, а потом уже за посылкой. Такими вот путями ходят блогеры. Именно поэтому нас сложно найти. Мы еще так быстро-быстро, я еще в пижаме, в куртке такой огромной. Не, кстати, в этой огромной куртке меня встречают. Люди... Узнают. И узнают, да. Я такая большая, они такие, ой, Юля, ой, Владик. Да, если вы нас где-то узнали, не стесняйтесь подходить, мы любим сфотографироваться. И уведительная просьба, когда нас встречаете, орите сдалека. Влад, Юля, Юля, Влад. Громко, чтобы все видели, чтобы все видели, что мы блогеры. Ладно, я что, на самом деле, я это говорю, потому что многие реально стесняются почему-то к нам подходить. Я вижу очень часто взгляды людей, вот так, что-то, сука, пшик на нас смотреть, ну, которые смотрят, и они к нам не подходят, а потом нас отличают в сториз и пишут, да, тайно, и пишут, мы вас видели, мы вас встретили, бла-бла-бла. Ну, это так не очень, потому что, ну, блин, ну, мы не любим, когда нас под пешком вот так вот снимают. Лучше подойдите, нормально сфоткайтесь, пообщайтесь с нами. Мои душечки добрые. Ну, раз дадим по башке, ну, шо с этой, ладошечки. На самом деле, правда, мы очень добрые, поэтому подойдите, не стесняйтесь, будем вам рады. Юля, как дела? Я больно, очень тяжелая посылка. Долго носишься с ней. Десять килограмм, представляете, это капец какой-то. Мы получили свою потерянную посылку из Великобритании, и я просто не представляю, что там внутри. Я думала, у меня спина разорвется, пока я ее не сла вообще. Я не знаю, Влад, что ты со мной не пошел сразу? Не знаю, но мне было интересно справиться с этой самолиентой. Ну, кстати, посылка не такая уж и тяжелая. Не, ну, десять килограмм, Влад, но это не шутка. Не, ну, там на самом деле килограмм шесть. А мне кажется, килограмм один. Не, она просто объемная. А, да? Ну, вот просто написано десять на ней. Ну, вообще, я на самом деле могла бы ее поднять на руки, но у меня очень светлая куртка, и я подумала о том, что не хочу испачкать. И поэтому она, да, подумала о том, что надо позвать меня на помощь. У меня же не светлая куртка вообще. Ну, у меня куртка на ВМ. Ну, ладно. Кстати, все, кто интересовался, Влад купил мне все-таки куртку. Да, желтая куртка уже на Юле, мужская. Я ее иногда ношу тоже. Просто посмотрите, что у нас происходит после распаковки потерянной посылки. Кстати, ребят, видео про потерянную посылку уже на моем канале. Вы можете его посмотреть. Ссылочку я оставлю в описании. Я решила сделать это все отдельным видео. Вот, смотрите, что тут происходит. Капец. Мы ждем в гости сейчас Лену Рузайкину и Влада, подружку Настю Бережную. Настя? Да, но сначала Настя Бережна поедет, потом Лена Рузайкина. Да, немножко перепутала. Чуть-чуть. Столько дел, капец. Да, и слава богу, мы успели распаковать эту посылку. Я просто не могу. Я в восторге от нее. Это, конечно, очень крутая посылка, но немножко была странная, потому что мистическая была очень. Все, я не могу. Потеряю сознание сейчас. Все. Всем пока.